Ребят, всем привет! Сегодня я хочу поговорить на тему Библии. Я не буду затрагивать каких-то сложных тем. Это темы, которые поймет каждый, даже ребенок. Дело в том, что на лайв-канале я записал уже 7 частей разбора Библии. Я начал с самого начала с книги Бытие, как Бог создавал землю, животных, растений, солнце, луну, потом людей создал. С этого я начал и записал уже 7 частей. Каждая часть идет по часу. Кому интересно, я на плейлист оставлю ссылку в комментариях. Можете перейти, там послушать. Я там читаю Библию и тут же высказываю свои какие-то комментарии. А здесь, в этом видео, я решил сделать такую маленькую выжимку, рассказать самое интересное, что я заметил, читая Библию. О чем, возможно, многие не замечали. Я много слышал всяких пасторов, проповедников, которые много чего рассказывают, но об одной из вещей почему-то никто никогда не говорил. И я вот эту вещь заметил и хочу ей поделиться. Вот. И я пробегусь по некоторым вещам, которые я заметил, обратил внимание, потому что я смотрю на этот мир, смотрю, как люди относятся к Библии, к Богу и делаю свои какие-то выводы. И вот самое интересное, я начну с самого интересного, что Бог вначале, не знаю, люди этого то ли не замечали, то ли что, не знаю, но в начале Библии написано, что Бог создал, оказывается, двух разных видов людей. Одних Он создал по своему образу и подобию и расселил по всей земле, а других людей, как Адаму и Еву, Он создал из земли, из праха земного. Вот. Если у вас есть Библия или в интернете откройте Библию, я вам покажу. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Первая глава, когда Бог создает землю, воды. Вот. Сделал и был вечер, было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их. В общем, создает Бог все в самом начале. В 26 стихе первой главы написано, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. То есть, в 26 стихе Бог сотворяет человека по образу своему и подобию своему. Почему написано по образу нашему и подобию нашему? Многие говорят, что, наверное, Богов было много, может быть, это был какой-то эксперимент, может, Боги это люди, которые, может, какие-то умные, которые поставили над нами эксперимент, ну, заблуждаются сильно в том плане, что почему Бог говорит о себе как о множественном числе? Потому что Бог 3.1. Это Отец, Сын и Дух Святой. Вот, поэтому Он говорит по подобию нашему и образу нашему. Вот в первой главе, в 26 стихе Он сотворяет человека по образу своему и подобию своему. И сотворил Бог человека по образу своему и образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И Он не просто их сотворил, а куда Он их поместил? Он их поместил на землю. Он написал, Извините, если плохо видно, я снимаю с телефона экран просто. И вот написано, и довладычествуют они над всей землей. То есть Бог создал людей по образу своему, подобию своему и расселил их по всей земле. Потом мы переходим с вами во вторую главу. Вы тоже можете все это прочитать, проверить. Во второй главе Бог создает других людей. Этого то ли никто не замечал, то ли об этом умалчивают. Я не знаю почему. И сейчас я найду. Вот, и в начале второй главы Бог продолжает своими делами заниматься. Он благословил седьмой день, осветил его. Вот происхождение неба и земли, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и так далее. И пар поднимался с земли, и орошал все лица земли. То есть Он создал законы природы, которые орошали землю, поднимался пар, шли дожди. И во второй главе написано, в седьмом стихе. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек из глины душою живою. Я из глины от себя добавил. То есть в первой главе Бог создает людей по своему образу и подобию. Во второй главе Господь Бог создает человека из праха земного, то есть из глины. Это Адама и Еву. И в этого человека из глины, он в него вдунул дыхание жизни, чтобы он стал человеку с живою душою. И насадил Господь рай в Эдеме на востоке, поместил там человека, которого создал. То есть в первой главе людей, которых Он создал по образу и подобию, Он расселил по всей нашей земле. А человека, которого Он создал из праха земного, посадил в райском Эдеме, в раю, где в итоге они съели запретный плод. Самое интересное, что касается запретного плода, вот такая вот тема, вот такая вот интересная тема. Много чего в Библии можно такого увидеть, заметить, чего раньше не замечал или многие не договаривали. Я за все годы своей жизни слышал только про то, что Бог создал только Адама и Еву. А у людей появлялись вопросы. Что вот написано в Библии, что у Адама и Евы было только два сына, Авель и Каин. И когда Каин убил Авеля, то Авеля Бог никак не воскресил. Каин убил Авеля, считая вообще ни за что. И Бог даже его не воскресил. Это очень обидно. А Каин тем временем пошел жить по земле и нарожал много детей, создал огромную семью, построил там царство свое, город целый построил. То есть Каин убил своего брата и жил вообще прекрасно, все у него было хорошо. Обидно за Авеля, что его даже Бог не воскресил. Ну вот. И многие спрашивают такой вопрос. Типа, если была только Ева и был Адам, у них было два сына, у них не было сестер. На ком Каин женился? Вот. И вот ответ, пожалуйста. Бог, перед тем, как создать Адама и Еву в раю Эдемском, он создал людей по образу и подобию своему, расселил по всей земле. И вот Каин встретил одного из таких людей и создал свою семью. Далее. Многие еще вот думают, да, и вот когда смотрю какие-нибудь фильмы, передачи, там, мультфильмы или еще что-то, все привыкли там говорить и думать, что в раю Адам и Ева съели яблоко. И типа за это они были... И поэтому они познали законы добра и зла. Но на самом деле в Библии о яблоке вообще ничего не написано. Говорят, типа, вот есть айфоны, там нарисовано обгрызанное яблоко и все такое. Это вообще к Библии никак не относится, потому что в Библии о яблоке вообще ничего не сказано. Там написано просто плод. Что Адам и Ева съели какой-то плод. И съев который, можно познать добро и зло. И самые интересные строки еще в Библии, в бытие есть. Где Бог говорит, что Адаму и Еву он изгоняет из рая на землю. Мол, потому что если продолжить есть плоды с этого дерева, то можно стать бессмертными и мудрыми полностью как боги. Там он говорит прям как боги. То есть он не говорит как бог, как мы. Он говорит как боги. Как будто богов реально было много. Это вообще тема очень интересная, если в ней начать копаться. Сколько же богов там было. И он говорит, что... То есть там как будто собрался совет богов. И они между собой обсуждают это вот в книге бытие. Они говорят, если... Типа, у них был такой совет изгонять Адама и Еву или нет. И там они говорят, что если они продолжат есть с этого дерева, они могут стать бессмертными, как мы, как боги. То есть там не говорится, что это яблоко, а там говорится, что это какой-то плод. Это может быть все, что угодно. И конкретики там никакой нет. Вообще у меня свой взгляд на Библию. И в том плане, что... Ну, это нужно, если вам интересно... То, что я сейчас говорю, это по факту. То, что написано в Библии. Но если вам интересно послушать меня более глубже, я вот советую перейти в плейлист, который я оставлю послушать. Там, если вам понравится, напишите. Я начну записывать продолжение. Вот. И еще последнюю тему расскажу. Тоже многие привыкли думать, что ковчег, который построил Ной, он выглядит в форме корабля. Я когда смотрел разные библейские фильмы, тоже мультики, какие-то картинки встречаются где-то всяко-разно, везде нарисован ковчег как корабль. И все привыкли думать, что ковчег это какой-то корабль. Но на самом деле, когда я читал Библию, я четко осознал, увидел, там Бог конкретно говорит, по каким параметрам, по каким размерам должен быть этот ковчег. И в итоге ковчег, он просто в форме квадратного ящика. Это просто квадратный ящик. Ну, как, не знаю, просто вот, просто квадратный ящик с дыркой на потолке, чтобы хоть какой-то воздух был. Это удивительно. То есть, то, что нам показывают в фильмах, в мультиках, в картинках, когда это много чего, ну, не так, как написано на самом деле. И много вообще интересного в Библии написано. Немножко в эту тему хочется углубиться, почитать. Но когда я начинаю читать Библию, я... Ну, сложно ее интерпретировать прям идеально, прям как-то однострочно. Поэтому появляется много конфессий. Есть вот христианские, вот есть христиане. Есть православные, католики, протестанты, баптисты, свидетели Еговы. Их вообще сотни, сотни, много разных, которых мы даже не знаем, как они называются. Потому что каждый интерпретирует это по-своему. Это касается также и иудейских, еврейских, религиозных конфессий. Их тоже очень много. Они тоже между собой спорят, как правильно трактовать, интерпретировать. Сколько богов? Один? Много? Тоже открываются разные конфессии. Их тоже очень-очень-очень много. Это и в исламе то же самое, что касается Корана. Там тоже много всего. Правда, Коран я не читал, я просто о нем много слышал, но я подозреваю, что то, что я многое слышал, тоже многое искажено. Нужно просто брать, самому читать и делать свои какие-то выводы. Но до Корана я, возможно, доберусь. У меня пока есть желание большое прочитать Библию и просто протактовать ее так, как я ее понимаю. Я имею на это полное право. Потому что в наше время этих вот трактовок Библии есть огромное количество. и каждый трактует по-своему. Я с этого не хочу ничего иметь, там, ни денег, я не хочу становиться, там, пастором каким-то или что. Мне просто интересно читать Библию, вникать в нее и искать в ней истинный смысл. И я верю в Бога, я знаю, что Он есть, но то, что написано в Библии, мне интересно это разобрать. И вот это вот вещи, которые я вот заметил, это не фантазии, ничего, это я по факту, вот то, что я заметил, обратил внимание, вам рассказал. Но это далеко не все. Если хотите больше всего интересного послушать мою трактовку, то переходите по ссылке на плейлист, и там есть 7 частей, каждый идет по часу. Вы можете просто на фоне включить, и я там читаю, и сразу же даю какие-то комментарии. Читаю довольно-таки интересную Библию, которая тоже с комментариями пастора. И там пастор комментирует, по-своему трактует, а я во многих местах его даже оспариваю и веду с ним такой как бы диалог, потому что он в Библии. Там Библия у меня очень уникальная, интересная, в том плане, что она огромная, и там каждому стиху, каждому предложению есть комментарии священника, который, ну, это многие священники собрались, они трактовали это по-своему, и я с ними там немножко, когда я читаю, я читаю и Библию, и комментарии священника, и если я в чем-то неудовлетворен, я это комментирую и оспариваю. Например, священник там пишет, что Бог создал вселенную. Я понимаю, что вот эти вот вещи, которые были написаны, эти вот все трактовки, она собиралась на протяжении двух тысяч лет, как существует христианство, как существует вообще Библия, это все до наших дней дошло, и понятное дело, что когда появилась наука, ученые, они стали говорить, что мы живем на шарообразной земле, что есть огромное солнце, есть другие планеты, есть космос, и священники, пасторы, они не могли это никак оспорить, они в это просто тоже начали верить. И у меня складывается такое, как сказать, сказать, ну, противоречие такое складывается, что почему верующие верят в науку, в то, что они говорят, что есть космос, вселенные, галактики, светило огромное, луна маленькая, почему они ученым в этом верят, но в теорию эволюции, например, они не верят. Это же тоже наука. То есть они как-то, где им удобно, они верят науке, а где им неудобно, и они не верят, что типа Бог создал человека, эволюции не существует. Но космосы, вселенные, галактики, это все существует. То есть и тут у меня как бы противоречие, как так можно, ты либо веришь науке, либо нет. То есть как они решают, что наука говорит правду, а где наука говорит неправду. И в общем интересно довольно-таки рассуждаю там, и когда священник там что-то комментирует, я комментирую в ответ, как бы записываю видео. Посмотрите, кому интересно, вот такое вот видео получилось, там еще много чего интересного можно послушать. В общем, всем здравия, всем желаю хорошего бытия, трезвости и всего самого хорошего. Увидимся, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok